В дикой природе нутрии живут около водоемов. Близость воды определяет не только их образ жизни, но и рацион питания. Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами я и мой Борюсик. Сейчас я хочу рассказать о правильном питании этого удивительного, доброго, ласкового животного. Кормить Борю просто, удобно и доступно. Основа питания составляет вот такие вот гранулы, которые я покупаю на птичьем рынке. Они совсем недорогие и очень надолго хватает. Вот эти гранулы я запариваю в горячей воде и плюс добавляю немного, где-то одну десятую часть каш. Смесь различных каш. Вот это составляет основу питания вот этого милого животного. Также Боренька очень любит морковь, груши, яблоки, виноград. Это тоже как обязательно мы вводим в рацион нутрии. Также наш Боренька очень любит сухари, поскольку свежий хлеб нельзя, иначе у него потом будет расстройство желудка. Чтобы мы убедились на собственном горьком опыте. И теперь уже кормим его правильно, и он у нас здоровый, крепкий, ласковый, добрый. Еще я пару слов хочу сказать о содержании. У нас был такой случай, когда клетка стояла где-то на высоте от пола 50 сантиметров. По нашему недосмотру нутрия выпала из клетки и сломала себе лапку. Сначала мы не поняли, в чем дело. Когда сделали ему рентген, оказалось, что у него лапка сломана, неправильно срослась, и теперь наш Боречка немножко прихрамывает. Но это не портит его внешний вид. И ту радость, которую мы получаем от общения с этим милым животным. Но к нашей радости я хочу добавить, что у нутрии очень крепкое здоровье, и они редко чем болеют. Но вот то, что у нас выпало из клетки, это был единственный случай, когда он пострадал, и, конечно, по нашему недосмотру. Естественно, перекармливать нутрию нельзя, иначе он будет толстеть, и это будет влиять на его здоровье. Нельзя ему давать сладкое, нельзя ему давать булочки различные, печенье. Вот основу питания – запаривать гранулы, добавлять каши, сухарики, овощи, фрукты. Как вы уже видели, у нутрии очень большие, крепкие, здоровые резцы. В клетку ему нужно обязательно положить какую-то деревяшку, чтобы он естественным образом стачивал зубы. И еще кормушка, из которой он будет есть, должна очень крепко, должна быть прикреплена к стенкам клетки, иначе он почему-то все переворачивает. Поилку я ему не ставлю. Сначала у нас была поилка, но он не пил из нее воды. И напивается он воду тогда, когда купается. Наверное, это естественно для этого животного. И поэтому мы обязательно купаем каждый день. Вот он какой. Вот он какой. Очень любит покушать. Но самое любимое у него – это, конечно, виноград. Иногда в виде лакомства мы ему даем сухофрукты. Вот, 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 вот. Боится, что я у него отниму. У него единственная задача, чтобы у него еду не отняли. Так что я советую, приобретайте милых животных, ухаживайте за ним, любите их. И животные ответят вам добротой и лаской, как наш Боречка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова